Велосипед возьми и будь в свободе! Дыши, крути педали, наслаждайся днём, и Оглич будет чистым и красивым, активным и здоровым с каждым днём! 19 сентября состоялся муниципальный фестиваль велоспорта «Огличская верстам». Мероприятия проходили на нескольких площадках. Утром участники и гости фестиваля собрались в микрорайоне Солнечный на открытии универсальной спортивной площадки. Мне хочется пожелать, дорогие уважаемые дети, чтобы вы берегли эту площадку, потому что это делается для вас. Здесь можно заниматься не только детям, но и взрослым, потому что в здоровом теле здоровый дух. Многофункциональная спортивная площадка обустроена в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Это стало возможным благодаря инициативе жителей, поддержке администрации города и района, а также депутата областной думы Алексея Ясинского. Стоимость объекта – 5,5 миллионов рублей. Я убеждена, что если мы вместе будем поддерживать порядок, мы будем вместе беречь, то эта площадка послужит нам долгие-долгие годы. И послужит развитию массового спорта, пропаганде здорового образа жизни, спортивных всех результатов. С праздником, дорогие! Спасибо! Совсем скоро здесь появятся новые команды. Будут проходить различные турниры и соревнования. Многофункциональная площадка предназначена для любителей футбола, баскетбола и волейбола. Учащиеся пятой школы смогут демонстрировать свои умения и навыки на уроках физкультуры, выполнять нормативы ГТО. Мы играли здесь, и было очень плохое поле. Здесь было очень много гвоздей, деревяшек, и много было деревяшек выбито. Был песок, и очень было неудобно играть, потому что так, как он залетал в ботинки. Но, в общем, вроде больше ничего не было. Падать надо. Да, и больно падать. Я думаю, станет намного лучше, потому что играть намного легче станет. Нет песка, есть хорошие ворота и есть ограждение хорошее. Думаю, будет намного лучше, чем там. С кем я занимаюсь здесь, играю, им тоже очень нравится. Здесь же можно укрепить здоровье с помощью уличных тренажеров. Другими словами, новая площадка станет спортивным центром для всех жителей Солнечного. Мы благодарны очень за эту площадку. Мы ее долго ждали и очень довольны. Хочется на тренажеры, нам взрослым хочется на тренажеры. Я планирую приходить на тренажеры, заниматься с внуками, приходить сама. Это была необлагороженная территория. Самостоятельно жителями дома заливался вот здесь вот такой, скажем так, хоккейный корт. Конечно, за ним никто особенно не ухаживал, но тем не менее, тоже было приятно, потому что была возможность детям и взрослым покататься на коньках. Но то, что мы сейчас имеем здесь, это ни с чем не сравнимое счастье, удовольствие и вообще возможности для нас, для близлежащих домов, для детей. Я полагаю, что самое главное сейчас есть для детей, подростков, близлежащих домов, микрорайон у нас достаточно большой. По крайней мере, есть куда себя деть, скажем так, заниматься делом, не гулять, не слоняться где-то там по кварталам, районам. А есть реальная возможность заниматься собой, своим телом, здоровьем. Мы очень с подружками счастливы, будем каждый день заниматься. В этом году велопраздник получился не таким масштабным, однако собрал немало участников, особенно юного возраста. На Успенской площади состоялся муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Готовы, Злата? Поехали! В конкурсе приняли участие около 50 учащихся из образовательных учреждений района. Ребята соревновались в фигурном вождении велосипеда и знании правил дорожного движения. Мальчик идет прямо посередине дороги. Ситуация номер один. Это неправильная ситуация. Неправильная. Почему? Потому что его машина может... Во-первых, машина едет, она может его сбить, и во-вторых, нельзя. Ей может только по обочине или по левой стороне. Все, записываем номер один. Продолжение следует... Продолжение следует... Самыми многочисленными стали соревнования малышей. Детская велогонка традиционно является самой популярной. На старт, внимание, марш! И поехали наши самые маленькие участники! Дорогие родители, просьба... Ванька, помоги! Давай, 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 давай! Детская велосипеда. Детская велосипеда. Молодец! ждали сладкие призы. Я первый пришел, самый. Самый первый? Да. Сложно тебе было первым прийти? Трудно было? Нет. Совсем я быстро пришел. А как тебе так получилось? Потому что я обгонял всех и быстро ехал. Но это не велосипед, да? Это как машина называется? Да. Это беговел. Беговел? Это твой из дома? Да. И куда ты на нем обычно ездишь? Только куда мама говорит. А на беговеле интереснее, чем на велосипеде или как? Интересно на беговеле. А почему? Ну, не знаю. Мы в том году уже участвовали на беговеле и тоже заняли первое место. Решили в этом году поучаствовать. Ну и ребенок вроде как не подвел. Ну так прям уверенно пришел первым, да? Ну бабушка настраивала на старте, мама ловила на финише. Старший сын подгонял. В этом году на старт вышло сотня ребят в возрасте от двух до семи лет. Заезды были на беговелах, двух- и трехколесных велосипедах. Диме Смирнова всего пять лет. И для него важна победа, а не просто участие. Я просто все первые пришел. Всех обогнал? Да. Сложно тебе было всех обгонять? Нет. Нет. Потому что я в беговеле педалик учил. Важно быть первым для тебя? Это важно? Да. Всегда меня это важно. Важно первым прийти? Да. Мы участвуем уже второй год в этом мероприятии. Первый год мы как-то случайно узнали, решили себя попробовать. Очень понравилось. Ребенок довольный. В этот раз тоже только заикнулись про гонку. Сразу хочу, хочу, буду, буду. Мероприятие полезное. Деток приучает к спорту уже с таких ранних лет. На любой возраст ориентировано, что тоже очень важно. Ну и весело собираемся. Много знакомых, друзей встретили. У вас результат такой. Пока непонятно. В пятерку мы вошли. По-моему, второй тур ему обеспечен. И тоже хорошо. Участие самое главное. Ребенок доволен. Это уже хорошо. Ребенок доволен. 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 Вечером было ярче и громче. На скейт-площадке состоялся молодежный фестиваль неформальных видов спорта и молодежного творчества «Сделай громче» с участием вокалистов Ярославской области, рэп-исполнителей, танцевальных и спортивных команд. Город Углич для меня это новое открытие, я тут ни разу не был, очень красивый город, прекрасный центр. Ну и пробовать свои творческие навыки на новых площадках, это очень классно. Угличская молодежь немножко отличается от Ярославской, они более такие, да, искренние, открытые, зажигательные, вот, прямо качают, качают толпу, в общем, супер класс. Мне очень нравятся певцы из других городов, у них замечательные тембры голоса и очень хорошие танцоры наши, Айкэн. Нам очень понравилось, что могут организовать у нас в городе Угличе такие концерты, где молодежь могла бы принимать участие, как-то развиваться. Я тоже занимаюсь танцами. Так, куда ты ходишь? Еще я хожу в школу раннего развития. В школу творчества, скажем. Ну, значит, ты уже здесь скоро, да, будешь выступать? Мы будем на тебя смотреть, да? Будешь выступать здесь? Да. Отлично. Почувствовали себя помоложе лет на 10? Да, тоже так же хотелось в пляс пуститься и потанцевать. Углич, поддерживаем! Посмотрел в глаза и сделай в рамки. Мне очень нравится то, что ребята, которые здесь и выступают, и которые просто смотрят, у них нет того мотива, то, что они поддерживают только своих, которые из Углича. Они поддерживают полностью всех. Это очень прикольно, потому что когда приезжаешь в другие города, на чемпионаты, на фестивали, на конкурсы, какие-либо поддержки, как правило, ты ожидаешь только тех, кто приезжает с тобой из твоего же города. А здесь поддерживают полностью всех. Это очень круто, то есть молодежь заинтересована. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Восторг зрителей вызвало шоу по велотриалу от неформального объединения «Триалскул». Ребята не только прыгали на колесах и выполняли практически цирковые трюки, но и рассказывали об особенностях этого вида спорта. Страшно, страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но, друзья, теперь благодаря нашему выступлению вы знаете, что это велотриал преодоления препятствий на велосипеде. Аплодисменты очень опасные трюки, очень опасные трюки выполняет Александр Маслов. Это заслуживает аплодисментов громкие! Украсили вечер уличные танцы коллективов «Айкен» в городе Увлич, «Вонтмо» и «Босиком» в городе Ярославль. Главными зажигалками концерта стали крутые ребята из группы «Инсайт». «Айкен» в городе Ярославль «Айкен» в городе Ярославль «Айкен»! «Айкен» в городе Ярославль «Айкен»! 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 «Ну что ж, ‫ «Айкен»! Продолжение следует...